Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости моего канала и просто хорошие люди, кто меня посмотрит. Сегодня у нас праздник. Ну, не то что праздник, а день спасибо. Очень интересный придумали день. Нужно всем говорить спасибо. Спасибо, говорит, это вообще хорошо. Хорошо. Скажет человек спасибо, тебе становится спокойно и человеку хорошо. Так что вам всем, друзья, говорю сегодня спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что вы со мной, смотрите меня. Очень-очень вам всем рады. Хорошо, что эта платформа нас подружила. Пусть навсегда нам удается посмотреть, времени не хватает. Это все мы понимаем. Ну, вообще, всех поздравляю с этим хорошим днем. Спасибо и за все вам спасибо. А я сегодня на этот праздник хочу испечь пиццу. У нас после Нового года осталось очень много колбасы вареной. Сыр остался. Все есть. Так простая пицца. Все, что у меня осталось, все это я испеку. А сейчас буду печь. Так, уже на противень я приготовила вот такое тесто, такое. Чемугольное оно у меня получалось. Тоненькое, не толстенькое. Пиццу нужно делать потоньше. Не толстенькое. Вот так приготовила. А сейчас я приготовлю все помажемое. Вот кетчуп наливаю в чашечку. Немного. Потому что у меня будут помидорки. Томаты будут. Так же наливаю немножко майонез. Немножко все. И смажу этот листик для пиццы. Так, получается. Так, помешаю. Немножко чуть-чуть посолю все-таки. Чуть-чуть. Так, помешаем все. Вот так у нас получается. Немножко помажу, потому что у меня будет свои томаты домашние. Чуть-чуть только. Делаем все быстро. Размазываем вот так аккуратненько. По всем краям. Чтоб были рыженькие. В общем, вот так. Так, следующий слой у нас будут томатики. Домашние, помидорки. Я буду их раскладывать. Я их нарезала ломтиками. Вот такими. Аккуратненькими. И буду раскладывать. Так, немножко порежу. Если останутся, просто морозилку снова положу. Сейчас немножко подсолю помидорку. Много тоже не надо помидоркой злоупотреблять. А то будет кисловата. Мне кажется, там уже хватит достаточно. Остальное я просто положу на морозилку снова. Эту помидорку посолю немножко. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Подсолю. Чтоб она была вкусненькая. Когда испеклась. Я люблю солененькая. Ну, сыр и так-так у нас соленый. Но все-таки. Вот у нас вареная колбаска осталась. Я ее порезала. И сейчас мы ее расходуем. Посыпаем колбаску вареную. У меня ничего особенного в пицце нет. У меня нет огурчика. А вообще, желательно положить огурчик сюда. Просто соленый огурчик потереть на терочке. Но в этом году я огурцы не солила. Но их очень плохо едим. И не стал поэтому солить. У меня уже разогревается духовочка. Положили колбаску. Ну, все, как обычно. Очень красиво получается. Так красиво получается. А сейчас сыр. Я думаю, что будет очень вкусно. Сыр тоже. Весь сыр не буду складывать. Потому что очень будет жирно. Не то, что слово, что жирно для нас. Но это будет тяжело для нас. Для нашего возраста. Немножко. А остатки сыра просто положу в пакетик с новой морозилочкой. И вот такая и будет птица. И вкусно. И продукты все расходовали. Красота. Сейчас она у меня немножко постоит. И отравлю ее в духовочку. Ничего лишнего. Все очень просто. Вот. Сейчас в духовочку отправим. Она печется очень быстро. Минут 10 и готова и будет. Вот такая красивая пицца у нас получилась. Такая, посмотрите, вкусняшка. Такая зажаристая корочка у нее. Зажаристая. Вкусненькая. Будет нам сегодня вкусненький обед. Как раз суп гороховый и пицца. Красота. Вкуснота. Вкуснота. Тут немножко чуть-чуть пригорела. Вот. Это пригорелый противень. Пицца. Вкуснятенькая. Вот такая красивая, тонкая лепешечка. Пицца. Рыженькая. Красивая. Посмотрите. Такая тонкая. Тоненькая, тоненькая. Люблю такую. Рыженькая. Рыженькая.